Доброе утро! И мы продолжаем, продолжаем наше утро уже с гостем, но я напомню нашим телезрителям, что всю прошлую неделю мы, вот в частности, я уверена, что ты, ну и наша редакция тоже, я поименно могу всех перечислить, активно голосовали за нашего земляка, за работу нашего земляка Мурала с Пластовым. Мурал этот прошел в финал фестиваля стрит-арт ПФО «Форм-арт». И вот предлагаю с ребятам, которые имеют к этому непосредственное отношение, и поговорить. У нас с этим утром в гостях Марат Петров и Данила Лапшин, художники, ну, наверное, создатели, да? Да. Доброе утро! Доброе утро, Ульяновцы! Ну что, Марат, самое страшное, самое переживательное... Нет, хотя, наверное, сейчас самый переживательный момент. Голосование закончилось. Голосование закончилось. Все друзья, родственники, все ульяновцы были подняты и, в общем-то, всех просили нажимать на заветную кнопочку, но это действительно делали с огромным удовольствием, потому что получилась настоящая красота. Ну вот сейчас какой настрой? Ждете результатов? Да, прежде всего хотел бы поблагодарить наших жителей, наших дорогих. Очень большое количество голосов было, безумно благодарны, очень сильно вовлечены. Да, вот сейчас у нас голосование завершилось, сейчас мы в предвкушении уже результатов. Конечно, хотелось нам занять первое место. В прошлые годы нам немного не хватало. Ну, я надеюсь, что в этом году у нас будет призовое место. Ну, я напомню телезрителям, что это третий мурал, как минимум, на районе, и третий мурал, с которым вы принимаете участие. Правильно я понимаю? Третий, да, да, да. Первый, это что было? Ундория. Первый у нас сказочный Ундория. Это о геопарке Ундория, это Симберците. Второй, это у нас было к году наставничества, учителям. Это Юрий Иванович Латышев, перевернутый урок. И вот в этом году это год семьи, и вот выбор пал на семью Пластовых. Это целая династия художников. Безумно интересно, я думаю. Над каким было сложнее всего работать? Это Пластовы. Безумно сложный проект. Он многокрасочный, то есть детальный, там много, ну, то есть и портретный составляющий тоже, там, два человека. Третий стоит спиной, но тоже ему очень много внимания было уделено. То есть это очень сложно, вот этот проект, было очень много в него сложено сил, и работали мы 20 дней над этим проектом. 20 дней, и работали вдвоем, правильно? Работали вдвоем, и еще несколько дождей тоже подключали. Погода в этом году не подвела, не раскачивала? Раскачивала, подводила немного дожди, прям вот каждый день, мне кажется, чуть-чуть нулилось. Но это никак на краске не сказывается или сказывается? Приходится потом подрисовывать, когда дожди они... Во время дождя не рисуем, а вот после дождя уже как-то можно, но сказывается на том, что сидим-ждем, пока дождь закончится, невозможно в это время работать. Я помню, я следила за созданием Мундории, было очень холодно тогда, вы работали с помощницей, она замерзла, благо у нас рядом там есть кафетерия, она вот бегала за этим чаем, я так был, думаю, и вы продолжали работать, несмотря на то, что ведь микрорайон Репина там еще очень ветрено, невероятно, холодно, промозгло, вот такие условия, так себе, конечно, работают. Но едешь домой, такая красота вырисовывается, каждый день новая-новая-новая картинка обновляется, обновляется, очень-очень здорово было наблюдать за тем, как это создается. Я на самом деле безумно рад то, что микрорайон Репина очень в этом плане гостеприимно, и уже на этапе вот этого пласта, когда мы рисовали уже, старшие домов других приходили и говорили, к нам на следующий год, мы вас очень ждем, давайте к нам. Да уж что говорить, за эфиром уже и Владимир говорит, я бы тоже ждал. Ну, конечно, но все-таки соглашусь, что микрорайон больше, наверное, подходит, потому что высотные дома, их видно, если где-то вот такая плотная застройка, ну, так скажем, старого фонда, наверное, не так хорошо заметна, а работу все-таки, ну, в первую очередь люди должны видеть, а не где-то ее выискивать между домами. Мне вот интересно, как происходит момент переноса, сначала что-то рисуется на бумаге, на экскизе, а потом как он переносится, это же огромные масштабы. Как мы штабируются. Вообще карандашом, я видела, как будто карандашом рисуете, что это вот сначала контур, что? С проектора переносится, если проектора нет, то по клеточке, по старым традициям. А, то есть вот это вот как в детстве, когда нравится картинка, а ты хочешь ее побольше, разлиновал, и по клеточке... Ну, здесь, конечно, с проектором. Надо знать хорошо. То есть это технические средства. Да, да, но вот с Кочилова 9, это где пластов, там сложности тоже были, потому что рядом по соседству дом стоит с Кочилова 7, то есть, ну, проектором не совсем удобно было, вот приходилось искать ту самую золотую середину, куда место можно было в проекторе поставить. Ну, это в том плане то, что расстояние слишком маленькое для проектора, то есть он во всю этот масштаб стены не может вывести. Вот еще один момент. Я представляю, художник рисует, он, значит, нарисовал у себя на холсте, отходит, посмотрела, как здесь отойти, это же полрайона надо пробежать, отбежать, чтобы вот картинка стала такой... Спускаемся, действительно, спускаемся вниз, смотрим обратно, поднимаемся. Тоже много времени, конечно. Это надо, в общем, иметь друзей как можно больше в соседних домах, которые прислали вам фотографии на телефон. Так, смотри, вот так получается. Там страшно телефон брать в руки, еще вниз упасть. Не, ну это наверху-то понятно, а это если друзья из далека. Друзья из далека, да, и будут вам присылать. Ну, так проезжали мимо, присылали. Так, бывало, конечно, да. Как рождалась идея? Идея рождалась... Ну, то есть это очень много времени тоже занимает. Это мы... Я не один над идеей работал, это мы работали вместе со своей девушкой. Целый месяц, то есть выбирали, то есть вначале, ну, сомневался либо семью Пластовых, либо еще кого-то других, но семья Пластовых оказалась более ближе, наверное. То есть это целая династия художников, и об этом нужно рассказывать, чтобы наши жители тоже знали. Ну, методы проб, то есть один эскиз, второй, третий, и какую-то вот золотую середину мы все-таки нашли. И... Вы вообще вдохновлялись работами самого Пластова? Да, конечно, очень живописно. Вот мне довелось в прошлом году побывать в музее Пластова, это именно в Преслонихе. То есть они безумно живописные, яркие такие, с мазками, такими хорошими. Вот Аркадий Пластов очень много писал о быту рабочих, крестьян, в деревне, и это очень вдохновило. И, конечно же, в моей работе, в этом мурале, я тоже частично это упомянул, то есть деревня, церковь Преслонихе, и корову. Вот эта корова мне прислал внук Аркадия Пластова, Николай Николаевич Пластов. Это его именно зарисовка, вот этой вот коровы. То есть именно ее мы и нарисовали. А вот цветовое решение, его же нужно сопоставить не только с вашей задумкой, но и с самим домом, вот с расцветкой дома. Потому что вот все три работы, которые у вас есть, максимально органично вписываются в архитектурный облик, в принципе, вот этих вот микрорайонов. Согласен с вами. Со сказочным удором, конечно, так не получилось. Она очень... По-моему, идеально получилось. Она яркая. Ну, то есть с домом ее маленькая... Тогда не было мыслей. Вот после вот этого фасада у меня уже в голове тоже отложилось то, что нужно все-таки с домом тоже как-то эту композицию какую-то составлять, чтобы цветовая гамма была схожа. То есть вот как раз-таки с латыша все и пошло. Там голубые оттенки, синий дом сам. Для меня это уже важно было. С Аркадем Пластом тоже мы уже там прорабатывали, что нужно будет в цветовой гамме дома все это все выдержать. То есть фон там как раз бежевый такой, это в мягких таких оттенках. А как для вас вообще вот это вот принимать участие в подобного рода фестивале и в этом фестивале? Насколько это интересно, нужно, полезно или вот возможность проявить себя, посоревноваться? Да, конечно, это круто. И большая благодарность Дому молодых, что они проводят такие фестивали, поддерживают. Безумно большая поддержка была от Дома молодых. Там на всех этапах от закупки материалов, потом когда уже реализация не сама непосредственно была. То есть они каждый день приезжали и узнавали, что нужно. То есть полностью поддержка от них была. И это безумно нужно, я думаю, для города, чтобы такие проекты были, чтобы молодые люди вдохновлялись и стремились к чему-то такому большому. Вообще работы других участников конкурса видели? Что, может быть, понравилось, что запало? Других участников вы имеете городов других? Да, да, да. Да, мне кажется, там все выделились достаточно, потому что все стараются, делают свои эскизы, что немаловажно. Отходят от коммерческих каких-то работ, делают в своем стиле, как повторюсь. И это тоже, конечно, радует, потому что художник свои работы делает намного качественнее, чем когда ему говорят что-то куда-то подравнивать. Ну, как всегда, когда что-то где-то навязывают, это что-то сразу делать не очень хочется. Ну, а у нас в регионе есть возможность для реализации, помимо вот, например, такого фестиваля? Есть какие-то еще мероприятия, где художники действительно собираются, где можно прийти, может быть, обучиться? Я знаю, это у стрит-арт резиденция у нас работало. Тоже можно прийти, обучиться с нуля, или как это все происходит? Сейчас много маленьких фестивалей достаточно, где молодые ребята как раз-таки показывают себя. На федерации очень часто сейчас выходили. Ну, вообще пытаются во все фестивали музыкальные вставлять вот эту черту как раз-таки. Составляющую. В Доме Молодых проходил школу граффити, я там тоже преподавал как раз с этим день. Кто приходит? Возраст, ребят, это школьники, это студенты, это те, которые рисуют всю жизнь, или вообще с нуля говорят, научите меня, хочу рисовать? Приходят все на самом деле. Вот с того момента, как можно нажимать уже на баллончик, и было то, что седые люди подходили уже и рисовали. То есть всем интересно попробовать, что это такое. Очень интересно. А стрит-арт, это только баллончик? Не рисуется никогда красками, кисточками? Валиками, кисточками большими тоже, конечно, да. Я вот больше по баллончикам. Марат иногда использует аэрограф, краскопульты. Как относитесь к таким людям, которые, ну, не то чтобы стрит-арт, но вот баллончикам на стене дома нахулиганить, ну, как будто бы что-то красивое воспроизвести и убежать потом? Говорят, что когда человек так делает, он хочет в этом месте что-то изменить. Зачастую иногда это так и есть. Это повод для того, чтобы вы потом туда пришли? Да, да, он показывает так, что он хочет там сделать красоту. Ну, просто он делает по возможности своей, да. То есть не просто нахулиганил, а действительно вот... И если нет граффити, нет активной молодежи в городе, поэтому... А у нас активная молодежь такая есть, граффити у нас? Мне кажется, у нас очень хорошая комьюнити в этом плане. И в плане того, что они как раз-таки уважают дома, то есть на новых домах не рисуют, ищут какие-то стены, которые уже испорчены, и как раз-таки их пытаются делать. Реанимировать таким образом. А где можно посмотреть? Ну, улицы Федерации, вот это я представляю, да, там видела красиво. Где-то раньше было вот напротив креста Гончарова пересечение Бибели, это улица? Наверное. Там вот тоже что-то было, но очень давно. А где еще у нас рисуют? Где можно... У нас несколько галерей, которые... Это просто гаражи, которые мы давно согласовали, куда люди приходят рисовать на 19-м. То есть такие вещи тоже есть? Согласовываете с администрацией? Конечно, чтобы молодые ребята могли как-то себя показать, не вот эту вот ночью прийти, как вы говорите, что-то угодно, а чтобы могли постоять там, рисовать, как раз сделать красоту, сделать фотографию, и чтобы их за это не наругали. А как с чего начать? Куда прийти, если вот юный умелец уже умеет нажимать на кнопочку? Ну, и есть какие-то навыки рисования? Пусть приходят в дом молодых, там настаивают, чтобы делали граффити-школу на постоянной основе. Мы будем рады. Преподаватели есть. Да, преподаватели есть. Ну, самое главное, если есть желание и есть преподаватели, то всё, надо делать, действительно, школу. Но сейчас пока ждём результатов, какие-то уже наработки, или пока отдыхаете, или уже делаете наработки, что дальше, над чем заняться, над чем поработать, может быть, какой-то ещё фестиваль, конкурс? Очень много сейчас коммерческих проектов. Это вот сейчас у нас проект... В прошлом году мы реализовывали проект на улице Промышленной, на пересечении улицы Промышленной и Ефремова. То есть там для Т-плюс было. То есть они там делали... Ну, мы делали зарисовки, то, что на теплосетях нельзя бегать, ну, детям бегать. Так вот социальная реклама такая. И туда приходили дети, и мы вместе с ними рисовали. В этом году тоже Т-плюс заказывают проект на пересечении Ефремова и Кузоватова. Там тоже будка, там уже будут зарисовки. Они выпустили книгу в том году, Т-плюс выпустил книгу, сказки народов по Волжье. То есть там татарские, чувашские сказки, мордовские. И вот мы будем зарисовки вот этих сказок рисовать. То есть Т-плюс вот в этом моменте участвует в жизни города. То есть и другие коммерческие проекты, конечно же, будут. То есть сейчас ближайшие, это вот Т-плюс. Поработать. Теперь можно работать. Ну, и со своими эскизами тоже разговариваем насчёт нескольких площадок, чтобы, может, какие-то будки трансформаторные делать, украсить, чтобы как раз-таки художники могли свой стиль показать. Ну, а действительно, это же красивая работа, украшает город, украшает район, микрорайон. Я вот за трансформаторную будку. Вот на Гончарова какая красота. Как скворечник сделали, да? Ну что ж, ждём новых работ. Спасибо большое за интересную беседу. Будем следить за творчеством. Очень внимательно. Обязательно первыми расскажем о победе. Мы в ней не сомневаемся. Спасибо, что пригласили. Спасибо, да. Телезрителям напомню, этим утром у нас в гостях были Марат Петров и Данила Лапшин, художники. Ну, а мы двигаемся дальше.